Вэн Уайлдер уже 7 лет учится в колледже, и каждый учебный год начинается у него с визита к Ото Сососи. Эта азиатская кудесница, как никто другой, умеет работать руками и ртом одновременно. Руками она снимает мерки для пошива брюк, а во рту у нее чупа-чупс. Однако этот год начался не совсем обычно. Пока Ото Сососи обрабатывала Уайлдера, на крышу залез первогодка и собрался прыгать. Окончив школу, Шерминатор, которого здесь все зовут Тимми, поступил в колледж Кулиджа. Но ему здесь не понравилось, и он решил сигануть на тротуар. Вмешался Вэн, и парнишка все же прыгнул, но его поймали спасатели. Далее начался рутинный день Уайлдера. Его знали все, он был своеобразной легендой колледжа, поэтому все хотели с ним дружить. Перед началом учебного года Вэн объявил о прослушиваниях на должность своего личного помощника. Они с Хучем осмотрели всех кандидатов, но среди них не было ни одного достойного варианта. Когда Вэн совсем отчаялся, появился Тадж Махал Бадаландабад. Этот застенчивый индус мечтал изучить великое американское искусство, ныряние в бобрик, оприходование кисок и покорение холмиков. Он знал, что работа у Вэна поможет ему добиться желаемого. Тадж впечатлил Уайлдера своим напором, и он взял парнишку на работу. Тем временем, отец Вэна узнает, что его непутевый сынок до сих пор студентица в колледже. Он не желает больше тратить деньги на обучение Вэна. Лучше уж вернуть его домой, где он будет приносить хоть какую-то пользу. Гвен Пирсон мечтает стать прославленной журналисткой и сняться в американском пироге. Второе у нее получается, а вот с журналистикой пока не клеится. Она работает в студенческой газете и пишет хорошие статьи на злободневные темы, но ее никто не читает, кроме ее редактора. Он видит в ней потенциал, поэтому советует написать нечто, что затронет сердца ее целевой аудитории – студентов. Редактор предлагает Гвен написать о Ване Уайлдере, а тот в этот момент вдохновляет баскетбольную команду на победу. Он обещает устроить им вечеринку с отвязными цыпочками, если они выиграют матч. И они выигрывают. На тусовку приезжает отец Вэна, чтобы сообщить, что он больше не намерен тратить на него деньги. Уайлдер-старший хочет забрать сына, но тот отказывается уезжать. Чтобы получить отсрочку по оплате за учебу, он отправляется к мисс Хавер и намекает, что готов на все ради этой отсрочки. Пожилая, но еще пылкая женщина не может устоять перед этим сочным молодым человеком. Она набрасывается на него и выжимает из него все соки и остатки самоуважения, а затем дает ему заполнить стандартную форму для получения отсрочки, которую он мог получить просто так. С первой проблемой справились. Осталось найти денег для оплаты за обучение. Как это сделать, Вэн не имеет ни малейшего понятия. Поэтому они с худшим этажем идут в стриптиз-клуб с танцовщицами, которые могли бы составить конкуренцию Газпрому в вопросах добычи газа. Здесь Вэну приходит идея зарабатывать на обнаженных репетиторах. И это приносит ему неплохой доход. К нему приходит Гвен, чтобы взять интервью. И Вэн назначает ей свидание на вечер, пообещав, что они смогут поговорить. Однако Уайлдер оказывается голышом, когда она приходит, и взять у него интервью не получается. После этого случая начались неприятности. Когда Вэн купался в ванной вместе со своим пёселем и его буйками, к нему заявился хозяин стрип-клуба, где работали обнаженные репетиторши. Ему надоело, что они постоянно пропадают на подработке у Вэна, и пришлось Уайлдеру отказаться от этой затеи. В этот момент ему подвернулась новая возможность заработать. К нему обратился Панус Потакос, президент студенческого клуба «Лямбда Омега Омега», где состояли одни ботаны. Панус и его друзья мечтают прославить свой студенческий клуб не только безупречными оценками. Он просит Вэна устроить для них вечеринку, на которую все придут. За это он готов заплатить кругленькую сумму. Уайлдер соглашается организовать тусовку. В процессе он знакомит Пануса и его друга Говарда, то есть Вернона с девчонками, которые тащатся от интеллектуалов с монобровью. Также он находит подружку для Таджа. Сюда же приходит и Гвен. Редактор заставил ее еще раз встретиться с Уайлдером и взять у него интервью. Однако разговор с Вэном у нее не задался. Зато она подслушала разговор Потакоса и Воловица и узнала, что это Уайлдер устроил для них вечеринку. Она написала об этом в газете. И когда статья вышла, Вэну начали звонить сотни людей, которые хотели такую же чумовую тусовку, как у «Лямбда Омега Омега». Так и появился Вэн Уайлдер, король вечеринок. Редактор Гвен, узнав о популярности ее статьи, велел ей написать еще одну статью о Вэне. Однако тот не горел желанием с ней разговаривать. По крайней мере до тех пор, пока не узнал о внезапно свалившихся на него клиентах. Поняв, что Гвен сделала его звездой, Уайлдер согласился на еще одно интервью, которое даст на следующей вечеринке. После этого они встретились еще раз. Вэн пригласил ее на каток, где Гвен заставила его стать чуточку серьезнее, а Уайлдер помог ей немного расслабиться. В этот момент они поняли, что подходят друг другу. Парень Гвен, Ричард Бак, узнал, что его девушка проводит много времени с этим Уайлдером, и решил ему напакостить. Он попросил Джинни, которая так старалась ему угодить, написать Вэну письмо от лица Гвен. В нем она приглашает его на ужин с родителями. Так Ричард хочет показать, что Вэн ей не пара, он из другого круга и никогда не станет одним из них. Получив сообщение, Уайлдер поехал к Гвен, оставив Таджа за старшего на вечеринке. Благодаря этому скромняга Тадж начал верить в себя. Приехав к родителям Гвен, Уайлдер удивил подругу. А когда выяснилось, что это Ричард его пригласил, Гвен отвела бойфренда в сторонку для разговора. Пока их не было, Вэн расшевелил стариков и устроил здесь отвязную тусовку. После этого Гвен подошла к нему и рассказала, что это Ричард пытался ему напакостить. Уайлдер решил отомстить обидчику. Они с Худчем и Таджем выпотрошили эклеры и наполнили их натуральной начинкой прямиком из бубенцов песеля. Затем они отправили эклеры Ричарду и его друзьям, и те с удовольствием их умяли. Когда они добрались до конца корзинки, то обнаружили там фотки, на которых готовится начинка для эклеров. Пришлось им расстаться с кулинарным шедевром. Тем временем Тадж, наконец, оказался в одной постели с девушкой. Он готов был овладеть ей, но переборщил с массажным маслом и ароматическими свечками. Из-за этого он воспылал, только не страстью, а самым настоящим огнем. Потушить пламя смог только прыжок из окна в фонтан. Гвен выясняет, что оценки у Вэна в целом хорошие, а значит, он просто боится оканчивать колледж и отправляться во взрослую жизнь. Она решила поговорить об этом с Уайлдером, когда он собирал деньги для команды пловцов. Они поругались и перестали разговаривать друг с другом. Однако Гвен обдумал слова Гвен и понял, что она права на его счет. Он первым пошел на примирение. Их разговор подслушала Джинни и рассказала о нем Ричарду. Тот решил раз и навсегда отвадить Уайлдера от своей девушки. Он предложил ему организовать вечер в честь их помолвки. После этой новости Гвен был в отчаянии. Он решил, что Гвен с ним просто играла, а на самом деле всегда хотела выйти замуж за Ричарда. Однако это было не так. И когда Ричард сделал ей предложение, она отказалась. Затем она поехала к Уайлдеру, чтобы поговорить. Но Вэн в это время искал утешения в объятиях сексапильной первокурсницы. Они с Вэн снова поругались и на этот раз серьезно. Поняв, что его девушка любит Уайлдера, Ричард снова собирается его подставить. Он узнает о вечеринке, которую организует Вэн и тайком проводит туда школьников. Малышня здесь напивается, а Ричард вызывает полицию, чтобы Уайлдера наказали. За этот проступок его отчисляют из колледжа. Но друзья помогают Вэну осознать, что еще не все потеряно, что у него есть потенциал. И он должен бороться за право окончить колледж. При помощи всех своих друзей он добивается, чтобы ему дали шанс завершить учебу. Для этого надо сдать несколько экзаменов. Тогда он получит диплом. Пока Вэн готовился к экзаменам, Гвен написала статью о нем. Так она давала понять, что готова наладить с ним отношения. Также Гвен отправила экземпляр статьи отцу Вэна. Уайлдер успешно справился со всеми экзаменами. Даже с предметом профессора МакДугла, с которым они все эти годы воевали. Тем временем Гвен рассталась с Ричардом. Из-за чего ему пришлось снимать напряжение при помощи Джинни. В отместку за все его подлости Гвен подсыпала в его утренний коктейль слабительное. И Ричард завалил экзамен, от которого зависело его будущее. А потом еще и оплошал перед потенциальными работодателями. Гвен и Уайлдер снова начали встречаться. Тадж тоже нашел себе подружку. И она была из Индии. На последнюю вечеринку Вэна приехал его отец. Он наконец признал, что гордится сыном. Это все на сегодня. Ставьте лайки и пишите комментарии, если хотите больше подобных роликов. Субтитры сделал DimaTorzok